Приветствую вас! Давайте мы с вами разберём ответы на ваши вопросы. Значит, первый вопрос. Вы спрашиваете, что я делаю не так, да? И ответ здесь, если говорить простым языком, ответ здесь будет такой. Вы слишком много думаете о других людях. Вы слишком много думаете о том, как отреагируют они. Вы слишком много ориентируетесь на других своих суждениях. Вот. И мало думаете о себе. Исходя из этого, я могу сделать вывод, что вы вообще привыкли думать больше о других, нежели чем о себе. Что, в общем-то, и является, по сути, проблемой. То есть, что, в общем-то, по сути, и является сложностью в том смысле, в том смысле, в том смысле, что, думая о других, и пытаясь сделать что-то для других, ориентируясь на других, а вы обесцениваете себя, принижаете себя. Вот. Ну, возвеличиваете, может быть, других, а себя принижаете. И подобная ориентированность на мнение других людей, на чужое мнение, связана, ну, в первую очередь, с вашей самооценкой, конечно, с уверенностью в себе. Вот. То есть, именно вы в себе не до конца уверены. Вот. Это можно в данном случае списать на то, что либо ваш папа как-то вот одобрял такое поведение, когда, ну, женщина подчиняется. Вот. А мама, соответственно, довольно много времени обращала внимание на других людей. Ну, здесь, конечно, есть область сопреположения, да. То есть, могут быть и другие варианты. Например, мама одобряла подчинение, а папа постоянно обращал внимание на других людей. Но суть в том, что у вас в сознании, в вашем сознании, как бы постоянно звучит такой, ну, такой, как, голос, да, голос, что я должна, например, там, думать о других, да, вот что подумают другие, а вот как другие отреагируют, а что они скажут и так далее. И по психологической теории это можно объяснить буквально тем, что вы, ну, что вам не объяснили какие-то вещи по поводу человеческих отношений, да. И вы из-за этого ориентируетесь на мнение других людей. То есть, вам, например, ну, в детстве, да, допустим, вам не отвечали на ваши вопросы, которые вам подавали. Вот. И вы искали эти ответы, естественно, у других людей. И когда ты ищешь ответы у других людей, то естественно, естественно, естественно. ты на этих людей, ну, обращаешь внимание, потому что, ну, а как, как, как можно по-другому в данном случае, да, то есть, как можно иначе? Вот. Ну, наверное, пожалуй, что никак. То есть, тут, тут история, она вот, в принципе, пока. Поэтому если говорить о том, что вы делаете не так, если говорить именно об этом, вот, то я думаю, что вот именно это вы делаете не так. В том смысле, что слишком сильно привозное стемнение друг к другу людей. Вот. И здесь, конечно, я бы вас спросил, почему это вас так волнует? То есть, почему вас так волнует то, что подумают другие люди, почему вы так беспокоитесь по этому поводу? Вот. Что произойдет, если, допустим, другие люди не одобрят того, что вы делаете? Что случится в этом случае? Вот. Чего вы, соответственно, боитесь и боитесь ли вы? Вот. Потому что, как правило, за этими чувствами, да, вот, которые вы испытываете, за этим поведением скрывается страх, страх осуждения и, соответственно, неуверенность в собственных силах, в собственной позиции и так далее. Вот. Это, с одной стороны, и, соответственно, с другой стороны, история такая, что нет разграничения ответственности. То есть, вы не разграничиваете, где, где, допустим, я, да, то есть, где, где, моя ответственность, а где ответственность, соответственно, ну, другого человека. То есть, за что ответственность я и за что ответственность другой человек. Вот. И, соответственно, это одна из причин, по которым вы имеете, вот, собственно, те проблемы, да, которые имеете. Вот. Ну, другое дело, что ответственности нужно учиться. То есть, это не что-то такое, да, что, вот, приходит сама по себе. Да, ответственность это то, чему нужно учиться. Вот. То есть, учиться распределять, разграничивать. Вот. То, за что отвечаете вы, и то, и то, за что отвечают другие люди. Значит, опять же, с точки зрения психологии, да, вот, психологическая теория, она достаточно просто объясняет. А то, почему люди не могут говорить нет, да, потому что, ну, помимо того, что нет личных границ, да, то есть, нет ответственности. А, и есть убеждение, что, грубо говоря, я должен, там, всем, ну, всем, допустим, да, угодить пытаться. То есть, тут еще, вот, есть драйвер. А, то есть, какому драйверу вы следуете? Вот. Возможно, вы следуете драйверу угодимного. Возможно, вы следуете еще какому-то драйверу. То есть, здесь нужно исследовать. Этот момент более, скажем так, подробно. Вот. Но я могу сказать, да, что, значит, когда-то, в детстве, вы подавили в себе вот это нет. Вот. Подавили в себе вот это нет и получили какую-то выгоду. Получили какую-то выгоду от того, что нет, не сказали. Вот. То есть, так, вот это чувство, чувство, когда вы говорите нет, оно вам либо не знакомо, либо не знакомо вообще. Вот. Либо, ну, вы его просто забыли. Либо вы его просто забыли. Вот. И соответственно, соответственно, вам нужно его вспомнить. Вот. А в этом, естественно, мы можем вам помочь. То есть, вспомнить, помочь, вспомнить, помочь, раскрыть и так далее. Вот. Вот это то, что вы делаете не так. То есть, как бы, ваши понятия о норме, да, вот то есть, что есть норма и что не есть норма, да, они, как бы, к сожалению, разнятся. Вот. То есть, тут, на мой взгляд, нужно изучать то, как у вас отношения устраивались в семье, вот, как вы взаимодействовали с папой, с мамой и так далее. Как, какие были паттерны, отношения между ними, вот между, я имею в виду, родителями вашими. Вот. Ну вот, соответственно, где-то, где-то там, да, и кроется ответ на ваши вопросы, где-то там кроется сдвиг паттерна победителя. Вот. Соответственно, это я, однако, очень, очень в общем написал, точнее, расписал вам, что, как обстоят дела, понятно, что, вот, в реальности, да, и при ближайшем рассмотрении ситуация может оказаться более сложной или более простой. Ну, в зависимости, в зависимости от именно вашей конкретной истории. Вот. Которую я, конечно, пока не знаю. Вот. Следующий ответ на ваш вопрос, значит. Как, корректно, а, вы пишите, мне трудно бороться с такой навязчивостью? Ну, во-первых, знаете, я никакой особой навязчивости, если честно, не увидел. То есть, вот, если говорить прямо о навязчивости, да, то я не увидел никакой особой навязчивости. То есть, это не навязчивость. Это скорее, ну, просто заинтересованность, заинтересованность. Это заинтересованность. Но это не навязчивость. То есть, навязчивость, это всё-таки процесс такой более откровенный, ну, более, более серьёзный, что ли. Вот. Поэтому, вы воспринимаете это как навязчивость. Вы знаете, выберете, вы видите это так. И почему вы так видите, это, конечно, вопрос. Это вопрос, это очень важный вопрос. Вот. Но бороться, бороться с навязчивостью, да, не нужно. То есть, вот, ну, возможно, в привычном понимании этого слова, да, бороться с навязчивостью не нужно, потому что, ну, всё равно вы её не поборете. Не поборете вы навязчивость, у вас не получится это сделать. Вот. Потому что, если мужчин, например, вы интересуете, да, то вряд ли эта навязчивость исчернет, вряд ли она пропадёт. Вот, потому что мужчины, ну, они привлекаются тем, как вы себя ведёте. Вот. Вашим в том числе и внешним видом. Вот. В том числе и поведением. Поэтому здесь, возможно, имеет смысл попрактиковаться немножко в более таком экономном поведении женском. Да? То есть, ну, чтобы, может быть, показывать мужчинам, да, что вам, ну, что вы не настроены общаться, что вы не настроены взаимодействовать. Вот. Ну, это я так сейчас пока предполагаю, да, тут нужно проанализировать вашу женскую модель поведения. Вот. Но бороться с навязчивостью не нужно. Это совершенно однозначно, потому что вы никогда её не поборете. Вот. Другое дело, если посмотреть на то, в чём сложность, да, в чём сложность противопоставить что-то. То есть, почему тяжело отказать, чего вы боитесь, отказывая, например. То, что какой-то страх у вас есть, это однозначно, я думаю, что вряд ли вы будете в этом спорить. Вот. Неуверенность? Неуверенность, возможно. Но, опять же, неуверенность, это такая более деликатная категория, о которой мне бы именно сейчас, наверное, говорить не хотелось бы, потому что всё-таки неуверенность нужно изучать, изучать более подробно. Вот. И смотреть, в чём именно она заключается, ваша неуверенность, в себе, если она есть действительно. Вот. В чём вы неуверенны и что можно сделать, чтобы вы стали более уверенны в себе. Вот. То есть, эта история, она, скорее, вот именно про это. Эта история, она, скорее, именно про это, про такой подход. Подход. А дальше, значит, как мужчинам сказать деликатно, что вы не хотите общаться? Никак. Никак вы этого им не скажете, потому что, если мужчина хочет общаться, да, то он будет общаться, и мужчина общается с вами не для вас, а для себя. Вот. Я думаю, что необходимы определённые правила для вас, необходимы определённые правила для вас. То есть, необходимые правила, следуя которым, вы могли бы не принимать каждый раз мучительные решения отказать, значит, ну, мужчине или нет. Что это значит? Во-первых, я думаю, что должен быть некий такой, как бы это так сказать, должен быть некий алгоритм построения отношений, скажем так. То есть, как, с кем я строю отношения, ну, и какие я строю отношения. Понимаете? То есть, вам не нужно выстраивать отношения с теми людьми, теми людьми и тогда, когда вы этого, например, не хотите. Или, когда у вас нет для этого желания ресурсов и так далее. То есть, здесь нужно прислушиваться к своим желаниям. Вот. В первую очередь. И, значит, к своим чувствам и просто умело их выражать. А то, наверное, вы из айтюба выражать, ну, не можете, не умеете. Вот. Дальше. Второе, что нужно вам понять, это то, что правильных слов, которые, вот, могли бы быть использованы для того, чтобы донести, значит, мужчине правильным ту или иную мысль. Правильных слов просто нет. То есть, не может быть правильного слова для того, чтобы донести до человека, что вы не хотите с ним взаимодействовать. Поэтому мне думается, что лучше, если вы скажете, например, своими словами, да, то есть, как бы, что извините, у меня дела, или лучше скажете правду, что я, например, там, грубо говоря, с незнакомыми людьми, да, не, допустим, не общаюсь, не взаимодействую. Например, вот, знакомиться, допустим, с вами, да, я не хочу. То есть, понимаете, у вас все эти чувства есть, все необходимые средства для того, чтобы высказать свое нежелание что-то делать, или знакомиться, или что-то еще, есть тоже. Для этого есть все средства у вас. Просто вы их не используете, вы их не используете, ну, из-за, я не знаю, из-за страхов, из-за опасений, из-за чего-то еще, может быть. Вот, то есть, тут, как бы, нужно просто вот блоки это посмотреть. Вот, а дальше, исходя уже из ваших ценностей, например, и представлений, да, ценностей и представлений, например, о том, какую роль играет мужчина, какую роль играет женщина. Вот, ну, в отношениях, вы уже можете, я думаю, сами ответить себе на вопрос о том, как бы вы могли мужчине ответить. Я бы сказал, что вам необходимо выделить, вот, выделить, в первую очередь, именно, свои ценности. Вот, такие ценности, свои ориентиры, вот, какие-то, на которые бы вы равнялись, вот, которые бы стали для вас такой своего рода путеводной звездой. Вот, и это позволило бы вам действовать именно, вот, в том направлении, в каком вам, ну, хочется, в каком вам видится, вот, и именно в том направлении, в каком вы считаете нужным. Причем, заметьте, что, если отказать вы не можете только мужчинам, да, вот, то есть, именно только, столько, только о мужчинах идет речь. То есть, другим людям вы спокойно отказываете, да, то есть, там, женщинам отказываете, там, вот. Причем, прямая речь идет только, только о мужчинах. Что, вполне вероятно, что мужчины для вас имеют, ну, какое-то значение. И значение, они для вас имеют более важное, возможно, чем даже вы сами подозреваете. И если это так, то это значение нужно найти, нужно найти, отыскать, зафиксировать, вырезать и, самое главное, разгрузить. То есть, чтобы это значение больше не влияло на ваши отношения к мужчинам, то есть, чтобы оно не, ну, не диктовало вам, как вам взаимодействовать, ну, с теми же мужчинами, например. Вот, чтобы вы действовали исключительно так, как хочется вам. Вот, я думаю, что, примерно, такой расклад, расклад, я думаю, что, примерно так, можно вам ответить на ваш вопрос. Вот, который вы задаете. Вот, конечно, не знаю, не знаю, насколько полно я на него ответил, там, весьма правильно тоже написали вы много, да, но, по сути, вы пишете все об одном. Ну, то есть, вот, описали один случай, описали второй случай, вот, значит, убийство, что сложно грубо, грубо человека посылать. Может быть, и не нужно, то есть, как бы грубить и оскорблять, и как-то вот действовать так, может быть, и не нужно, на самом деле. Вот, но будет лучше, если вы подкорректируете свою вежливость так, чтобы человек понимал, то есть, чтобы вы определили границы своей вежливости. Если, если можно, вот, так выразиться, да, то я бы выразился. Еще. Что-то есть, у вежливости, у вежливости должны быть границы. Вот. У ваших, у вашей вежливости, да, у вашей вежливости, у нее границ нет. То есть, вы, вот, там, ради своей вежливости, вы готовы человека терпеть и так далее. Это невежливость. Это, это, скорее, страх. Опять. Вот. Ну, можно это, в принципе, назвать скромностью, но это уже, тут, вопрос, как бы. Терминов, вот. Поэтому, чтобы нам терминологические дебли сейчас не лезть, да, то давайте пока на этом, на этом, возможно, заострять внимание не будем. Вот. То есть, посылать не нужно. Вот. А определить для себя, как и что именно вы хотите, да, или как и что именно вам нужно. Вот это можно. Вот. То есть, вы общаетесь вежливо, но так нужно более, более яснее выражаться. Люди-то вам чужие, они чужие для нас люди. Вот. А получается, что они вас волнуют. Если они вас волнуют, то это не страста. Они вас волнуют не страста. Вы можете мне поверить в этом плане. Вот. Что люди вас волнуют не страста. Да. Что они вам, ну, для чего-то нужны. Что они вам почему-то важны. Вот. То есть, тут вот такая история, и это нужно очень, очень хорошо понимать. Значит, определите для себя сейчас такой, скажем, барьер. да, вот, скажем, внешний, да, и внутренний барьер. То есть, чего вы, например, никогда не сделаете для других людей. А, и наоборот. Соответственно. А, что вы сделаете для других людей? Что вы, ну, готовы сделать для других людей? И почему? Вот. А какая цена? Цена. А, да. Так что, здесь история вот примерно такая. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Это было первое задание. Вот. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго. И удачи! 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 Продолжение следует...